Меня зовут Игорь Севрюгин. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, что в Сирии в результате удара США погибли пять россиян. В ведомстве подчеркнули, что они не были военнослужащими. Информацию о гибели десятков или сотен граждан России в МИДе назвали, цитата, дезинформацией. По разным оценкам, жертвами авиаудара могли стать до 200 человек. Мать одного из погибших дала интервью нашему каналу. Она рассказала, что в Сирию Руслан Гафаров поехал, чтобы заработать денег. Ну, сказал, что в Сирию по контракту воевать. Ну, иногда позванивал, иногда редко, редко когда звонки были. Ну, все хорошо, хорошо. Вот перед этим они с седьмого на восьмое, значит, это у них там вот это вот случилось. Где-то часа пятого, наверное, звонил. Все, мне хорошо. Суд в Махачкале приговорил жительницу Дагестана к восьми годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании. Загитат Абакарову вместе с тремя детьми доставили в Россию в октябре в рамках кампании по возвращению женщин, чьи мужья воевали на стороне запрещенного исламского государства. По требованию властей Абакарова написала явку с повинной, но все равно ее взяли под стражу. Сама женщина утверждает, что она только готовила боевикам еду и стирала одежду. Исполнение приговора отложили на 13 лет, пока ее ребенку не исполнится 14. Это уже второй подобный вердикт, вынесенный в Дагестане. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг, наверное, встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По словам Столтенберга, это произойдет во время Мюнхенской конференции по безопасности. Главной темой должны стать перспективы работы Совета России-НАТО. Я с нетерпением жду встречи с Сергеем Лавровым в Мюнхене. Это часть нашего политического диалога с Россией. Мы обсудим много разных вопросов. Я надеюсь, что мы также сможем убедиться, что Совет России-НАТО все еще остается платформой для диалога между Москвой и Североатлантическим Союзом. Я считаю, что диалог всегда важен. Но сейчас, когда наши отношения такие натянутые, ценность диалога особенно высока. Завтра в Мюнхене пройдет также встреча нормандской четверки. В ней примут участие министры иностранных дел. Россия, Украина, Франция и Германия обсудят конфликт в Донбассе. Завтра же открывается и сама Мюнхенская конференция по безопасности. Она продлится три дня. Как ожидается, в ней примут участие 20 глав государств и правительств, 40 министров иностранных дел и столько же министров обороны. Роскомнадзор заблокировал блок Алексея Навального. По словам российского оппозиционера, сайт уже не открывается через некоторых провайдеров. Доступ был запрещен по решению суда после иска миллиардера Олеги Дерипаски. Навальный выпустил фильм о связях олигарха с российским вице-премьером Сергеем Приходько. Оппозиционер обвинил Дерипаску в даче взятки. Расследование было основано на фото, комментариях и книге Анастасии Вашукевич, известной в социальных сетях как «Настя Рыбка». Она находилась на яхте Дерипаски в то время, когда там гостил Приходько. Именно против девушки бизнесмен и подал иск за вмешательство в частную жизнь. В качестве обеспечительных мер суд постановил внести расследование Навального в реестр запрещенной информации. Оппозиционер этого не сделал и по закону его блок должен быть заблокирован. Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Ютуб удалить видео Навального о Дерипаске, а от Инстаграма все снимки девушки, связанные с миллиардером. Жителя Архангельска оправдали по делу о демонстрации нацистской символики. Суд согласился, что снимок, который Михаил Листов выложил в соцсети, не пропаганда нацизма, а историческая память. В январе Листово оштрафовали за публикацию фотографии с парада Победы 1945 года. На ней советские солдаты держат трофейные немецкие знамена. Этот снимок вошел в учебник истории. Оппозиционер Алексей Навальный призвал публиковать в соцсетях эту фотографию в знак протеста. Субтитры создавал DimaTorzok